всем привет дорогие мои друзья я очень рад вас видеть на своем канале тема сегодняшнего видео будет школьный макияж эта тема была мне давно интересно и я тоже хотела показать свой вариант макияжа и этот вариант будет реально носибельной в школу никто никогда не скажет что на вас что-то есть это будет выглядеть красиво свежо но не вульгарно и я буду выполнять этот макияж всего лишь четырьмя продуктами мне бренд max factor прислал продукты на обзор некоторые я знаю некоторые не знаю и те которые не знаю вот собственно буду сегодня использовать то есть у меня будет как бы такое первое впечатление от используемых продуктов плюс исполнение своей идеи в макияже давайте начнем это собственно я всем привет давайте начнем краситься обязательно убираю волосы чтобы они мне не мешали начиная я 100 на face finiti заявлено что он три в одном spf 20 защита дозатор плавный текстура у него получается флюидная к моему удивлению почему-то я всегда думала что у него будет сливочная средней текучести текстура но она оказалась такой довольно таки жидкая аромат по одушка поверхностная приятная ненавязчивая что очень большой плюс лично для меня распределяю я этот тон таклоном сначала хотела спонжем но потом передумала решила что таклоном будет гораздо эффективнее ну и для меня привычнее очень красивое покрытие получилось среднее покрытие текстура кожи выровнена да как видите но тон не лежит маска мне это очень понравилось причем он очень легкий в работе он легко растушевывается токлоном и красиво вписывается в кожу оттенок мне идеально подходит 42 оттенок и так как заявлено что он как консилер работает я его так решила использовать беру так он меньшего размера и заполняю свои синячки получилось довольно таки реалистичные носибель на с таким покрытием очень легко и просто можно выйти днем погулять ну или в школу как я делаю спонжем я убираю излишки дальше помаду использую 020 очень красивый нюдово карамельный оттенок текстура этой помады кремовые увлажняющие ухаживающие красивое оформление между прочим очень мне так понравилось зацепила и буду помаду использовать в трех направлениях и так первое я наношу обязательно помаду на нее подвижные века девочки это очень важно не меня просто бесит когда визажисты используют помаду ту текстуру который не фиксируется и вступает легко в контакте и превращается в итоге макияж глаз в кашу мы наносим только на неподвижные века и аккуратненько растушевываем дальше наносим на яблочке щек аккуратно будет у нас помада работать как румяна и причем я использую для растушевки кисть с остатками тона для того чтобы помада максимально легко и незаметно растушевалась получается очень красиво очень натурально очень свежо да и никак ничего такого кричащего здесь нет дальше я все это фиксируем легендарные пудры я думаю что она не нуждается в представлении эта пудра потому что ее просто сметают с полок уже много-много лет и вот теперь наконец-таки мне удалось ее попробовать и вы знаете я оказалась в восторге на такая крутая она так хорошо тонирует она так хорошо фиксирует и убирает поры я была вообще в шоке теперь я понимаю почему люди за ней охотятся я аккуратно фиксирую кистью чтобы у меня не получилось плотного покрытия обязательно фиксирую полностью все лицо помаду румяна помаду и подвижные века где у меня лежит тон чтобы сделать подвижный века более ухоженным дальше перехожу я к туши и прежде чем использовать ее по прямому назначению я сначала буду использовать как как гелевую подводку я буду зарисовывать меж ресничную зону кисточку у меня истоклон она тоненькая мягкая покупала ее в 1000 мелочей за 70 рублей вообще абсолютно недорогая но очень классно ей приятно работать я к сожалению много себе натыкала помимо помимо меж реснички потому что зеркало у меня далеко стоит и я не очень хорошо вижу вдаль поэтому уж простите меня за это ну и теперь я использую тушь по прямому назначению мне очень нравится эта силиконовая щетка потому что она делает аккуратные прокрашенные реснички на щетинки и реснички разделяют и не дают вот спутаться склеится мне нравится такой эффект я не люблю когда ресницы сильно прокрашена значит такой умеренный объем это всегда всегда это всегда хорошая идея тем более в школу а вообще лучше использовать коричневую тушь но коричневой туши у меня здесь нет ну и собственно помаду накладываю на губы и растушевываю ее превращаю ее в тинт чтобы она была максимально незаметна и вот такой вот образ у получился прическу делаете как хотите как нравится как любите напишите как вам такая идея школьного макияжа согна согласны ли вы со мной что я не использовал здесь не стрелок не контуринга никакого хайлайтера все меню минималистично и максимально по школьному всем пока до скорой встречи